Мы с Тейлером развелись. Шайтан много нашептывал мне, говоря, почему Аллах поступил так с тобой? Мужчины такие плохие и так далее. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры и дорогие друзья. Надеюсь, с вами все хорошо. Я хочу начать с восхваления Аллах, Свят Он и Велик, самого милостивого, самого верного. Вся хвала, слава и благодарность принадлежат Ему. Ребята, это видео на самом деле посмотрела моя жена на ютубе. Она не подписана на эту сестру, но наткнулась на это видео, скинула мне, и я сам тоже посмотрела его. И, как я понимаю, эта сестра была замужем, но недавно развелась. Мы с Тейлером развелись. Развелись вскоре, после того, как родилась Хадиржа. Аль-хамду лилля. Учим важно говорить «аль-хамду лилля», как хорошие, так и в плохие времена, потому что решение стоит за Аллахом. Я посмотрела лекцию Муфти Мэнка, и он сказал, что развод уже предписан для нас. Точно так же, как брак нам предписан Аллахом, так же и развод нам предписан. И этот развод был предписан мне еще до того, как я появилась на свет, поэтому я не жалуюсь, аль-хамду лилля. Это часть плана. Шайтан сильно взялся за меня, но настоящие верующие остаются с Аллахом в хорошие и в плохие времена. Шайтан много нашептывал мне, говоря, почему Аллах поступил так с тобой, мужчины такие плохие и так далее. Шайтан очень много приходил ко мне и нашептывал, ты теперь мать-одиночка с ребенком, ни один мужчина не захочет с тобой быть. На этом все закончилось. Ты потеряла шанс создать семью. Знаете, и всякие подобные вещи. И да, многие мужчины не хотят быть со мной, и в этом нет ничего страшного. Я не хочу быть с каждым мужчиной. Аль-хамду лилля, это было бы странно. Но будет кто-то, с кем мы будем вместе, иншалла. Что касается этой темы, братья и сестры, свят Аллах, все очень печально. Одна из причин, почему я запустил шоу «Горькая правда» и документальный фильм о браке и другие проекты, заключается в помощи сохранения семейной ячейки. Я изо всех сил пытаюсь сохранить семьи и помочь парам жить в мире, иншаллах. Очень печально слышать о разводах, но они, конечно же, происходят. Это не означает, что человек, который развелся, плохой. Развод может произойти в любой семье. Это не означает, что мужчина или женщина, которые развели, сделали что-то не так. Они могут быть виновными, но это не обязательное условие. Развод может произойти, потому что люди просто не подходят друг к другу. Они могут не поладить. Может существовать множество причин. Развод также иногда происходит по очень глупым и надуманным причинам. Каждый из партнеров держится за свое эго и так далее. И, к сожалению, развод бывает из-за разных ситуаций. Моим советом сестре будет следующее. Я не говорю, что она нуждается в моем совете. Я никто. Я и не должен записывать видео об этой проблеме. Но когда мы слышим подобные истории, мы можем получить от них пользу. Во-первых, братья и сестры, когда мы подходим к этому вопросу, мы должны понять кое-что очень четко. Я всегда говорю публичным людям, и я не утверждаю, что я проблема состояла в этом. Нет, я просто хочу дать совет в общем. Убедитесь, что вы молитесь и выполняете свои обязанности перед Аллахом. Намаз, поз, закат, хадж и так далее. Не совершайте больших грехов. Грехи напрямую связаны с проблемами в доме. Как я и сказал ранее, это не означает, что каждый конфликт в семье или развод происходит из-за грехов. Бывали такие пророки Аллаха, которые женились на злых женщинах. И бывали прекрасные женщины, которые выходили замуж за злодеев. Аллах может испытать вас. Иногда, братья и сестры, наши грехи могут повлиять на состояние наших семей настолько, что даже салифы говорили, что если они совершили грехи вне дома, а потом приходили и видели, как их жены, и с того они сего злились и кричали, они связывали это с теми грехами, которые они совершали. Они понимали, какие могут быть последствия грехов. Поэтому Аллах говорит Сурьюсу, что беззаконники никогда не преуспеют. Творящие зло никогда не обретут счастья. Аллах связывает тех, кто совершает грехи, с теми, кто потерпит убыток. Так что грехи могут повлиять на положение в семье. Во-вторых, если ты публичная личность, нельзя забывать произносить ацгары. Очень-очень важно произносить их. Если ты не произносишь, то становишься уязвимым перед метафизическим миром. Люди могут быть завистливыми. Ты им можешь просто не понравиться. Также существует сихр и магия. Поэтому не забывайте читать ацгары, особенно если вы публичная личность. Это фундаментальный и жизненно важный аспект. Помимо этого, как я и говорил ранее, моя дорогая сестра, я не знаю, что произошло. Если случился развод, это не означает, что муж виноват, а жена невиновна. И наоборот. Когда дело касается таких проблем, братья и сестры, и мы являемся сторонниками-наблюдателями, не обвинайте людей. Ой, это, наверное, муж, муж был плохим, или наоборот. Но вы не знаете, как на самом деле обстояли дела. Мы не можем судить людей, мы не знаем, что произошло. Только потому, что мы видим, как какой-то брат плачет, не означает, что он невиновен. Или сестра плачет, это не означает, что она невиновна. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, когда видите подобные вещи, и защитите свой брак. Постарайтесь, мои братья и сестры, если вы являетесь публичными личностями, не показывать всем детали своей семейной жизни, особенно если вы не произносите аскары. Постарайтесь изо всех сил сделать это. Я не утверждаю, что проблема была в этом. Я говорю, в общем, постарайтесь сохранить вашу личную жизнь внутри дома. Есть даже исследование, благодаря которому выяснилось, что те, которые хранят свою личную жизнь в тайне, являются более счастливыми людьми, чем те, которые выставляют ее на показ. Я знаю брата, попавшего в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании. Позже обвинение было снято, но зайдя к нему в Инстаграм, вы никогда в жизни не подумали бы, что у него может быть подобная проблема, потому что мы выкладываем туда свой фейковый образ и фейковую жизнь. Это нереальность. Коротко говоря, братья и сестры, которые находятся на стадии развода, пусть Аллах облегчит вам всем. Извлеките полезные уроки из сказанного. Вы не знаете, может быть, Аллах, Свят Он и Велик, снова вас воссоединит. Это возможно. В исламе это разрешено. Пусть Аллах облегчит тогда и сестре ее жизнь, и бывшему мужу тоже. Я уверен, что ему тоже приходится тяжело, очень тяжело, так же, как и ей. Да, Аллах, чтобы оба родителя были рядом со своим ребенком, это очень важно. И не отчаивайтесь в милости Аллаха. Иншаллах, Он даст вам нечто лучшее. Я просто хотел сделать некоторые общие напоминания. Пожалуйста, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Если вы переживаете развод, такое случается. Станьте лучше и учитесь на своих ошибках. Пусть Аллах поможет нашей сестре. Я просто хотел, чтобы дать просто хорошие советы. Пусть Аллах Свят, Он и Велик благословит ее, ведет прямым путем и защитит от сглаза, сихра и так далее. Пожалуйста, читайте свои аскары. Пусть Аллах поможет нам держать нашу личную жизнь в тайне, насколько это возможно. Ассаляму алейкум, архматуллахи ва баракату. Ассаляму алейкум, архматуллахи ва баракату. По воле Аллаха мы продолжаем сборно-строительство мечети и мадресе на приобретение мусхов в Коране для нуждающихся в бедные страны, а также на обеспечение бедных жителей водой, продуктами питания и финиковыми пальмами. Чтобы принять участие, вам не обязательно вносить большие суммы денег. Даже 10 рублей, поджертвованных вами, будут распределены на все указанные нужды. Давайте объединим наши усилия и покажем, что солидарность и щедрость являются неотъемлемой частью нашей веры. Все отчеты на указанных ниже страницах.